Всем привет! Сегодня наконец-то видео об одежде и так как мы с вами находимся в преддверии очень больших скидок и также зимней распродажи, я буду показывать свои самые удачные покупки, которые я совершила в последнее время и также свои зимние мастхевы, то есть те вещи, которые я уже проверила временем, ношу не один месяц и даже не один год. Давайте поскорее начнем, нам есть о чем поговорить. Поехали! Поехали! Уже очень долгое время моя базовая обувь на холодное время года это или ботинки или сапоги в таком немножко армейском стиле. Кстати, если вы ищете хорошие качественные ботинки, то у бренда Vagabond очень удачные модели и в коллекции Mango, которая сейчас продается, тоже обалденные ботинки со шнуровкой. Я же в этом году решила купить себе сапоги, причем я не знаю почему я решила, что они из кожи. Как-то все так сильно повысили цены, что я никак не могу к этому привыкнуть и потом, когда уже начала носить эти сапоги, поняла, что это не натуральная кожа. Что же касается самих сапог, то я могу целый день ходить в них по городу. А. Не замерзнуть. Б. Мне будет настолько удобно, что они вообще не ощущаются на ноге. Особенно это актуально тем, у кого нога, так же как у меня, не слишком узкая. И это такой полный размер. У меня, кстати, 37-й и я спокойно могу надеть какие-то носочки. Как ни странно, мне в них также не жарко. Очень эффектно смотрятся как с любыми брюками, с леггинсами, с юбками и даже с шортами. А. В целом, я довольна своей покупкой. Моя следующая любимица еще с прошлого года. Я носила ее, не снимая, в спортзал, на прогулку. Рано утром, когда отвозила детей, куда бы я ни шла, я постоянно надевала эту куртку. Я в нее влюблена. Это бренд Лиджо. Теплая куртка из эко-кожи. Я точно не помню, какой там наполнитель. Я обязательно оставлю вам ссылку внизу. Но факт остается фактом, что до минус 5 мне в ней абсолютно комфортно. Зима в Кракове довольно мягкие. Мы снимали примерку 2 дня тому назад. И это больше похоже на осень. А у кого-то уже по колено снега и минус 20. Это тоже обязательно нужно учитывать. И также внутри нет замка. Я не могу сказать, что я такая мерзлячка, чтобы мне приходилось что-то супер теплое надевать под эту куртку. Чаще всего я хожу вообще вот так на распашку и даже не застегиваю ее. И если мы поедем в горы, я обязательно возьму с собой эту куртку. Мне настолько она нравится, что в этом году я заказала себе такую же карамельную. Она также замечательно смотрится в более элегантных образах. Я вставлю вам картинку. И вот если вы искали куртку в таком стиле, куртку, под которую поместится объемный свитер, то бренд Лиджио я однозначно вам советую. К следующей обновке я присматривалась больше года. И кто бы что ни говорил, я до сих пор ношу уги. Потому что когда реально холодно, для меня мое здоровье важнее. Когда мы едем в горы, когда мы идем на длительную прогулку, когда это минус 5 и больше, я хочу, чтобы моим ногам было тепло и чтобы мне было удобно. Поэтому 3 года подряд я до сих пор ношу уги. И когда я увидела вот этот бренд, я сразу подписалась на него в инстаграм и все рассматривала модели. У них есть и базовые расцветки. Эта марка называется Inuiki. Если я правильно читаю, я ни у кого не видела обзоров на них. Я просто просматривала картинки. И когда я увидела их на Answer, причем я очень долго думала, какие мне взять. Или в базовом цвете, или такие более веселые, контрастные, позитивные, выделяющиеся, акцентные. Я могу долго их описывать. Пока я думала, разобрали уже мои размеры. И потом я решила, значит это знак. Надо брать что-то такое, чего у меня еще нет. И потом я вспомнила, что у меня еще есть такая супер веселая розовая шапка. Когда я еду в горы, я не хочу быть там вся такая секси. Я хочу просто с детьми играться, кататься на санках, веселиться, ходить на прогулки. И у меня есть еще и лыжный костюм, который я тоже надеваю, когда супер холодно. И в таких ботиночках тоже очень удобно. То есть они не слишком высокие, но у них есть также разные модели. И кстати, пока не забыла, сейчас на Ансвере, это огромный интернет-магазин, где представлены всемирно известные бренды. У них также есть своя марка Мэрисин и много всего интересного. Сейчас в честь Черной Пятницы будут проходить большие скидки до 70%. И также у меня есть дополнительная скидка минус 10%. Я оставлю вам все детали в инфобоксе. И прежде чем я заказала вот эту пару обуви, я выбирала между несколькими брендами. Помимо этих мне нравится Moon Boots. И также у бренда Казар есть линейка похожей обуви с утеплителем. То есть они такие прям зимние, теплые. Здесь внутри натуральная овчина. Выглядят они эффектно, прикольно. И они меня просто очень сильно радуют. Они удобные. И помимо того, что есть разные цвета, они бывают из разного материала. То есть есть и более практичные, не какая-то светлая замша. Я обязательно буду их носить не только с обычными кожаными леггинсами, со всеми спортивными костюмами и также с джинсами. Конечно же зимой мы все носим водолазки и свитера. О водолазках я много раз рассказывала. Мои самые любимые, базовые и не слишком дорогие от бренда Benetton. У них есть еще и премиальная коллекция. Но у меня ее никогда не было. Я покупаю стандартные и меня все устраивает. Также у бренда H&M есть и шерстяные, и кашемировые. Но в основном все это нужно заказывать онлайн. Очень часто в стационарных магазинах их просто нет. Что касается свитеров, то зимой я часто выбираю все объемное. Почему? Во-первых, когда вещь в облипку, то мне холодно. А во-вторых, под объемный свитер я могу надеть еще что-то. А в-третьих, когда я надеваю какие-то леггинсы, то мне очень нравится, когда верх более объемный. И, например, из этого свитера в последнее время я не вылезаю. Самый обычный. Я заказывала его, опять же, на Answery. И это уже бренд Mango. У меня размер S. Он сидит очень свободно. По-моему, меньше даже не было. И я меньше не хочу. Мне нужен был именно большой свитер. Но не слишком крупный вязкий, не слишком плотный. Он тоже абсолютно недорогой. Смотрится благородно, я бы сказала. И очень удачный оттенок. Это молочный цвет. Я должна признаться, что как только становится холодно, я точно так же, как и многие люди, начинаю одеваться в темные цвета. Очень часто в черный, в серый, в какой-то бордовый или хаки, в лучшем случае. А тут, когда я надеваю полностью все светлое, это смотрится так свежо, так интересно. И это приковывает взгляд. Я вижу, что люди рассматривают мой наряд, несмотря на то, что все вещи, по сути, базовые. И, кстати, такой же наряд вы сможете спокойно продолжать носить даже весной. В этом же наряде вы можете видеть на мне светлые леггинсы из эко-кожи. Я покупала их в Заре. Причем я купила их и все сомневалась, не слишком ли они меня полнят. Но мне кажется, что за счет того, что они матовые, они смотрятся нормально, не пошло. И если бы я надела все такое обтягивающее и сверху, и снизу, и вот эти ботинки, и чулки, то был бы совершенно другой эффект. Не знаю, что скажете вы, но он у меня один из самых любимых. Конечно же, ботинки-чулки можно заменить на любые другие из кожи, тоже в светлом цвете, или же на сапоги, о которых мы поговорим чуть позже. И цветовой акцент в этом образе – это голубой шарф, интересные вязки. Я думаю, что в Инстаграме можно поискать и найти рукодельницу, которая сделает такой же или в похожем стиле, но из шерсти. Этот, к сожалению, акриловый из Зары, но смотрится очень интересно, очень эффектно. И я, конечно же, не стану его так сильно наматывать вокруг шеи, он слишком большой для этого. Но набросьте его поверх пуховика, например, или когда вы разденетесь, да, то даже поверх вашего наряда смотрится очень свежо, интересно. И напишите, как вам. Мой следующий мастхэв – это два в одном и парка, и пуховик. Буду носить уже третий год. Собственно говоря, начала. Я покупала ее в Заре. И, конечно, можно найти более качественный пуховик, но тогда он был недорогим. И оказалось, что он идеально вписывается в мой гардероб, потому что сочетается с каждым другим цветом. С серым, с карамельным, с бордовым, с каким угодно. И я поищу для вас какие-то похожие варианты. Еще в этом наряде на мне обувь, которая совершенно мне не характерна, но где-то года два тому назад мы с семьей очень часто начали выбираться на прогулки в лес, выезжать куда-то в горы. Просто, вы знаете, чтобы по тропинкам пройти. Иногда более экстремальные условия. Иногда идешь по асфальту. Даже если вокруг дома, здесь вокруг нашего района обойти, можно встретить все. Я таки заказала себе классические Тимберленды. Нашла их чуть дешевле на Ансвере. И что интересно, у них есть половинки. Но 37 с половиной не было. То есть, или он вообще не существует, или он распродан. Вот у меня постоянно такая ситуация. Я, в общем, взяла 38. Вы знаете, я очень довольна, что я так сделала. Потому что, во-первых, ноги там свободно. Я точно в них не буду мерзнуть. Если вы планируете носить их зимой, тем более на какие-то более активные прогулки, в таких утепленных ботинках вам может быть очень-очень жарко. Так что, если вы мерзляк или мерзлячка, в такую обувь кладем шерстяную стельку и надеваем какие-то теплые носки. Тоже, возможно, шерстяные. Мне очень нравится то, что нога в них зафиксирована. То есть, я не боюсь, что я ее как-то вывихну. Я скажу вам больше, что своим детям. Я также купила Тимберленд. Это уже не первая наша пара. И именно благодаря моим детям я все-таки решила, что да, стоит заинвестировать. По сравнению с какими-то другими ботинками, они очень прочные. Их можно отдавать в реставрацию. Есть также специальные спреи, которые сохраняют цвет и текстуру. Это натуральная светлая замша. И мы уже отдавали одни ботинки на чистку. С ними все нормально. То есть, они выглядят как новые. Это при том, что их носят дети. Неаккуратно. И здесь также такая тракторная подошва, которая не скользит. И мне нравится, как они выглядят в таких полуспортивных образах. Я даже подумываю о том, чтобы купить Тимберленды своему Томаку в подарок на Новый год или на день рождения. Тут снова куча праздников. Мне кажется, что это замечательная идея. Единственное, о чем я жалею, это о том, что я не купила их раньше. Еще один объемный, супер приятный, очень мягкий свитер на мне. Это, по-моему, вообще первая вещь в моем гардеробе. Вот такого насыщенного, василькового цвета. И, по-моему, не очень даже неплохо. Сейчас мои волосы кажутся темнее, чем на самом деле, но это моя камера их так передает. А вообще, этот цвет выигрышно смотрится на девушках с любым цветом волос. И он представлен в разных расцветках. Это Страдивариус. Я бы никогда не подумала, что он будет такого приятного качества. Я надеваю его без какой-либо майки, без чего угодно, на голое тело. Но почти. Вы знаете, белье никто не отменял. И он очень комфортный. Такой прям милюсенький. Я надевала его раз шесть. Не вижу, чтобы он скатывался. И также здесь удачная горловина, которая не душит. Не пугайтесь, пожалуйста, моего супер зимнего наряда. Мы снимали его тогда, когда было не слишком холодно. И с нашей погодой я могу носить даже вот такие шорты из эко-кожи. Кстати, с моими вот этими армейскими сапогами. Шортики у меня также новые, но мы их как-то особо не снимали. Если вы ищете что-то такое, они очень классные. Мне они понравились. Я также заказывала их в Страдиварусе. Мой мастхэвище, не меньше. Шарф, который я ношу чаще всего. Я даже не сосчитаю, сколько раз он мне послужил. Верой и правдой он супер теплый. Это стопроцентная шерсть. И он до сих пор выглядит как новый. Я покупала его в H&M пару лет тому назад. И я еще думала, что как-то дороговато. Вы знаете, он отработал каждую копейку. И послужит мне еще не один год. Я знаю, что у бренда Benetton есть тоже шерстяные шарфы. В Mango в новой коллекции я видела вот такие самые обычные шарфы, которые и к пальто, и к пуховику, и к парке, и даже к шубе, мне кажется. Он не текстурный. То есть, вот просто обычный материал. Мне кажется, что вот такой качественный зимний аксессуар должен быть в гардеробе не просто каждой девушки, а каждого человека. Я должна сказать вам честно, что когда я оформляла заказ на Answery, я взяла два, как мне казалось, похожих свитера. Один подешевле из Mango, а второй подороже от Tommy Hilfiger. И я подумала, что посмотрю, какими они будут в реальной жизни, и, возможно, один из них я верну. В итоге я оставила два. Почему? Потому что вот этот Tommy Hilfiger, он чуть более спортивный, наверное, и здесь совершенно другой материал. И вообще у этого бренда много качественных, таких базовых вещей. Какие-то футболки, поло, всякое разное. И когда мне нужно что-то подарить, не знаю, там, брату, Томаку или другу, что-то такое базовое, но то, что реально пригодится. Я очень часто покупаю такие обычные футболки Tommy со значком скромненьким, без каких-то надписей. И я вижу, что молодые люди это носят. Вам на заметочку, между прочим. И вот если сравнивать этот свитер со свитером Mango, то, конечно же, качество этого гораздо лучше. Вот сам материал, когда трогаешь его, видишь, что как бы вязка, она плотнее, что сама нить совершенно другая. Я уверена, что по составу они также отличаются. И то, чтобы мне вдруг разнравился свитер из Mango, я просто хочу вам сказать, что в случае Tommy Hilfiger'а ты действительно платишь за качество. И я уверена, что этот свитер послужит мне не один год. И через пару лет мы встретимся здесь с вами на канале. И я буду говорить, это мой базовый свитер на зиму. И он очень объемный. Я под ним смогу надеть, например, термобелье. Потому что этот свитер я, опять же, покупала именно с такой целью, чтобы надевать его во все поездки. И я сейчас смотрю на него, и он настолько приятный. Он настолько мне нравится, что я, конечно же, буду носить его и просто с джинсами, и с какими-то ботинками, или сапогами. Но я очень довольна. Если вы когда-то думали о чем-то качественном от бренда Tommy Hilfiger, то однозначно советую присмотреться. Самая универсальная, самая классическая модель шапки, это шапка в стиле Beanie. Она у меня в двух расцветках. И вообще у меня больше шапок, но я принесла вот эти две, потому что они новые. Я собиралась снимать видео о покупках, потом решила немножко расширить тему. Эти шапки у меня из Zara, и как ни странно, они теплые. Я сначала купила в стационарном магазине фиолетовую, а потом увидела онлайн, что есть и серая, и черная, и вот такая молочная. И, по-моему, это все на данный момент. И здесь, помимо синтетических материалов, 11% альпаки и 9% шерсти. Лично мне этого достаточно для того, чтобы не замерзнуть. Удачная модель. Я так немножко забавно выгляжу в шапках и в таких очень спортивных образах. Я понимаю, что они меня не вытягивают. Я понимаю, что я не кажусь там супервысокой, какой-то там суперстройной. Но, когда холодно и когда хочется идти на прогулку с детьми и не заморачиваться, просто выглядеть опрятно, как-то аккуратно и даже немножко стильно, можно сказать. Я выбираю какие-то такие вещи. Не всегда гонюсь за какими-то стилистическими канонами. Хочется просто расслабиться. Но, когда надо, я могу быть утонченной, изящной леди. И тогда на помощь мне приходит пальто-халат. Это мои самые любимые модели. Они у меня от бренда Minimax UA. Я показывала вам в инстаграме, что приехало мое серое осеннее пальто. И то, которое вы сейчас видите, оно без утеплителя. Но точно такое же можно заказать потеплее. Там материал другой. И внутри в пальто стоит утеплитель. И мне в нем очень тепло. Вообще, основную часть зимы я хожу в сером пальто именно такого фасона. Вот для идеального гардероба мне не хватает черного пальто такого плана. Я этим займусь. Если помните, в прошлом году я купила себе в Zara сапоги в таком молочном цвете, на устойчивом каблуке. Они действительно удобные. И сейчас Zara снова повторила их. Причем в более такой удобной версии. Потому что есть внутренний замок. И будет удобнее снимать и обувать. И также в Mango я видела очень классные сапоги-трубы. Я бы никогда в жизни не подумала, что моей самой любимой обувью на каблуке, именно зимой, станут вот такие светлые сапоги. Они очень красиво и благородно играют с каждым цветом. И со многими элементами гардероба. С платьями миди, с юбками миди, с широкими брюками. Также брюки можно заправлять в них. И с кюлотами. Вариантов того, как можно их носить, оказалось так много. И вот сочетание бежевого и карамельного смотрится настолько шикарно. И лично для меня это беспроигрышный вариант. Еще я вывела для себя такое небольшое правило. Чем проще, тем лучше. И вот когда я увидела эти очки в коллекции Mango. Они очень напоминают люксовые. По-моему, Dior. Но я примеряла их. И вот те дорогие оказались для меня слишком большими. И я побоялась, что если я потрачу 300 евро, то меня будут настолько раздражать вот эти вот растягивающиеся дужки. Здесь и здесь. И что постоянно придется ходить в оптику. А здесь больше они не спешат все как-то исправлять. Даже за деньги. Они просто не хотят рисковать. И я купила вот эти. И вы знаете, они очень классные. Но смотрятся очень эффектно. И мне так нравится градиент, когда темный цвет переходит к светлому. Если увидите их в продаже, если вас не смущает то, что это не люкс, вы там как-то не выбираете специальные линзы, то советую к ним присмотреться. Еще из интересненького в руках у меня сумка от бренда Pinko. Я тоже заказывала ее на Answery. Я была рада увидеть там эту марку. Я сомневалась взять бордовую или вот эту. У них есть и разные размеры. И разные расцветки. Иногда бывает что-то такое прям яркое, интересное. А иногда вот такие базовые модели. Причем это базовые модели с изюминкой. Здесь такая кожа, которая не царапается. То есть она долго вам посужит. И вообще я читала, что сумки Pinko довольно прочные. То, что меня сразу зацепило, подкупило. Я все возвращалась и возвращалась именно к этой модели. Это то, что вот эти птички. Это вообще их такой символ, их знак. По которому узнают именно эти сумки. Они чаще всего в цвете фурнитуры. Бывает серебристая или вот такая золотая. А здесь птички в цвете сумки. И я когда заказывала ее, я думала, что она будет больше бежевой. Она немножко как хамелеон. Иногда она кажется более серой. Иногда более бежевой. И ее можно сочетать с очень многими другими цветами. Я также заказала ее из-за того, что мне понравилась ручка. Она такая широкая. И потом я еще пошла в Pinko с этой сумкой. И спросила, можно ли отдельно купить вот такую цепь. Да, они сказали без проблем. Я ее так застегнула для того, чтобы она была покороченной. Но если вы высокая девушка, то я думаю, что для вас это дополнительно плюс. То, что вот эта широкая ручка, она не короткая. Кто-то не любит вот эти подстреленные сумки, которые сейчас актуальны. Ну вот как вариант, я говорю, что я отдельно докупила еще и такую ручку. Сумка не маленькая, довольно вместительная. Здесь два основных отделения. Также обычный карман и карман на таком добротном замке. Вот такие детали, как маленькая птичка на замке. Это так приятно. Девчонки, если вы хотели сумку Pinko и все думали, стоит или не стоит, я однозначно могу вам порекомендовать. Я сама 4 года ходила, облизывалась. И думаю, брать или не брать. И надо было брать еще раньше, уже бы несколько раз была счастливой обладательницей вот такой сумки. А ссылку на ансор я обязательно оставлю внизу. Я знаю, что есть ансор в некоторых европейских странах. Они отправляют в Украину и, конечно же, в Польшу. Из дополнительных комментариев к этому элегантному образу. На мне юбка из H&M. Мы особо ее не снимали, потому что, скорее всего, она будет в одном из образов на Новый год. Я не уверена, но на всякий случай говорю здесь, если бы я передумала. Очень приятная ткань, красиво переливается. На мне 34 размер и она сидит идеально. То есть она не маломерит. И свитер у меня из Massimo Dutti. Но я не уверена, что он все еще есть в продаже. Он с примесью кашемира. Тепленький. И мне нравится вот такая игра разных фактур. Нужно поискать в магазинах. Может где-то есть в продаже. Месяца два тому назад покупала. На этом будем прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось. Что вы получили нужную дозу вдохновения. Каких-то идей. Если да, не забудьте поддержать не только меня, но и моего оператора Давида. Который всегда помогает мне снимать красивую примерку. Чтобы вы смогли все рассмотреть. И вблизи, и с разных сторон. И в движении. Нам будет очень-очень-очень приятно. Ваша обратная связь. На этом прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok